Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Порой создается впечатление, что общественные объединения в России, созданные сверху, живут в какой-то своей собственной действительности. Как пишет газета Бизнес Новости, Общественная палата Кировской области опубликовала рейтинг активности ее членов. По посещаемости заседаний самыми активными оказались секретарь палаты Андрей Усенко, Владимир Торбеев, Ольга Шебека и Лариса Копсова. Чаще других в СМИ замечали имена Николая Пихтин, Олега Ткачева и экс-секретаря, ныне члены Российской палаты Тахира Мамедова. Между тем, думается, возникновение подобного рейтинга создает опасности еще большего ухода общественников в формальное отношение к своей деятельности в стремлении соответствовать указанным в нем критериям. Инфопресс Владимир Владимирович, как любой руководитель, любит давать задания, выполнение которых чревато затратами, несопоставимыми с целью. В этом году президент поручил Кабинету министров и регионам обеспечить круглогодичное и бесперебойное функционирование мемориалов «Вечный огонь» к 1 сентября текущего года. Как пишет газета «Авиатский наблюдатель», общероссийский народный фронт провел мониторинг работы мемориалов, в ходе которого выяснилось, что в Кировской области всего 44 таковых, а работают из них круглогодично лишь 3, в то время как 7 мемориалов не работают вообще. И учитывая, что в некоторых районах области «Вечный огонь» питают не от газовой трубы, а от баллона за неимением таковой, есть риск, что 70-летие победы регион встретит с полуразрушенными мемориалами. И будет действительно обидно, если это произойдет в стране, которая справилась с Олимпиадой, а о памяти одного из самых важных дней в своей истории позаботиться не смогла. Николай Ганжело получил 6 лет лишения свободы за хищение спирта Слободского СВЗ. При этом, как пишет газета «Репортер», по двум эпизодам, связанным с присвоением денежных средств трех яранских предприятий, суд предпринимателя оправдал. Между тем, приговор Николай Ганжели прокомментировал во время прямой линии на портале Киров.нет глава областного ОМВД Сергей Солодовников. В ближайшее время прокуратура внесет представление по двум оправданным эпизодам, и дело будет иметь дальнейшее решение и новый срок, убежден Сергей Александрович. Хотя чаще всего подобная его убежденность в итоге разнится с реальностью. Депутат областного законсобрания Станислав Сарсон поделился в своем твиттере шутливой картинкой, изображающей поле игры «Монополия», правда, в ее русской версии. Там на каждой клетке для хода изображен полицейский, побуждающий садиться в тюрьму. Удачи в делах! Это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс